Знакомая ситуация? Вам минуту назад представился вот этот человек напротив, а вы стоите и думаете А как тебя зовут? Неловко, правда? Самое забавное, что в этот момент он думает о том же самом Всем привет, меня зовут Иван Скотч, вы на канале ProImprov, где мы разбираемся в основах импровизации, ну и около того Напомню, что это рубрика импров из сайта, в которой я делюсь своими наблюдениями и мыслями, касаемые импровизации и применения ее в жизни И в этом видео речь пойдет о памяти, точнее о том, как запоминать, ну хотя бы имена Память вообще очень интересная штука, мне лично нравится теория о том, что наш мозг не хранит образы, он собирает воспоминания из маленьких деталей, как конструктор Но об этом подробнее вы можете познакомиться, я думаю, в трудах настоящих ученых Я лично расскажу о своем опыте, о том, что мне в итоге помогло и продолжает помогать запоминать очень много информации Предлагаю переместиться в 2013 год, когда я только начинал работу ведущих мероприятий И тогда моя память очень сильно меня подводила, ну в плане того, что мне информация влетала в одно ухо, вылетала из другого Я чувствовал себя немножко дискомфортно Имена, факты, подводки, приходилось все читать с листа и это очень нелепо смотрелось со стороны Тогда я начал искать ответы на вопросы, читал книги о мнемонике и проходил всякие разные тесты Кстати, один мне очень сильно запал в душу, предлагаю вам сейчас его и попробовать Смысл следующий Вам необходимо взять распечатанный текст, желательно на бумаге, ну, наверное, как-то так работает И просто сосчитать количество букв на странице или хотя бы в абзаце Но без всякой сторонней помощи Нельзя показывать пальцем, держать линейку и лазерную указку Нет, просто смотрите в текст и считаете количество букв Пробелы не нужно Сосчитали один раз, сосчитали второй раз Цифры должны совпасть Если совпали, вы молодец Или взяли очень маленький абзац Возьмите побольше Так вот, когда я впервые попробовал это упражнение Я уже на третьей строчке мысленно вылетел из процесса И не мог сказать даже количество букв, которые я сочетал вот только что И это было максимально странно, потому что я считал себя очень сообразительным малым Тогда я осознал, что мне не хватает тупо концентрации внимания Тогда я взял себя в руки, собрал силу воли в кулак И начал учить стихотворение примерно по одному в день У меня хватило, правда, на одну неделю, но тем не менее И чуть иначе стал готовиться к мероприятиям Я брал список гостей и реально запоминал имена всех присутствующих Но сейчас будет самое интересное Имена запоминались с трудом Потому что для моей головы это были просто имена Точнее даже просто наборы из букв Никакой смысловой нагрузки для меня это не несло Несмотря на то, что у меня были фотографии и описания этих гостей Никакого впечатления они на меня не производили Соответственно мозг полагал, что эта информация не сильно поможет ему в жизни И он ее автоматически отменял Но когда я столкнулся с этими людьми с лицом к лицу Все стало на свои места Я видел перед собой человека и тут же вспоминал информацию о нем Магия? Нет, вывод оказался довольно прост Наша теория ничто без практики То есть информация без опыта и переживания не усваивается Это практически пустой звук Таким образом формула теория плюс практика равно память Она работает Блин, ну почему так сложно, скажете вы Ведь можно просто придумать ассоциацию к этому человеку И через нее запомнить имя Да, это маленькая уловка, ассоциация часто спасает Но я хочу вас спросить, что такое ассоциация? Это и есть ваш опыт И для того, чтобы его подключить сейчас в моменте к имени этого человека Вам нужно первое и главное Увидеть этого человека перед собой Отбросить все мысли и сомнения Сконцентрировать внимание на нем, на этом образе И придумать ассоциацию То есть подключить свой опыт к тому, что вы видите Или кого вы видите Есть прием попроще Я называю его как дела Работает это следующим образом Привет, меня зовут Иван А тебя? Игорь Игорь, как дела? Да, я точно так же делаю, но у меня не получается запомнить Скажете вы Все верно, будет не получаться Если вы спрашиваете, как дела формально Не вникая в суть Практика, читай опыт Подразумевает переживание То есть эмоционального отношения к происходящему И если вам не важно, как дела у Игоря То вы имя его не запомните А для того, чтобы запомнить, вам необходимо Просто на самом деле поинтересоваться Как дела у этого человека Обратите внимание на то, как он выглядит Во что он одет Что он, возможно, сейчас чувствует Попробуйте считать мысли Можете сделать это в игровой форме И сказать Игорь, я понимаю, о чем ты думаешь Что мы здесь делаем? Ведь здесь так холодно и не кормят, например И вы не поверите, насколько сильно будет эмоциональный Отвик у Игоря Если вы действительно попадете в его мысли И вот тогда это вызовет вас ассоциативную реакцию И человека вы точно запомните Его образ останется у вас в голове Но если не на годы, то хотя бы на час Пока вы смотрите этот фильм Итак, при встрече с незнакомцем Вы отбрасываете все мысли о себе любимым И начинаете думать о нем Да, это требует больше концентрации внимания Чем вы привыкли Но оно того стоит Таким образом, мой секрет прост Убираете все лишнее с головы Внимательно слушаете и слышите человека Несколько раз обращайтесь к нему по имени И все Бинго! Но что делать, если все-таки забыл? Переспросите Да, обычно, по-человечески Просто, возможно, это кажется глупым Но обычная фраза Прости, а можешь еще раз имя повторить? И поверьте мне, он это сделает, скорее всего, с удовольствием Потому что для вас действительно важно, как его зовут А нет ничего роднее, чем свое имя В импровизации, кстати, называется «Игра в правду» Когда мы озвучиваем то, что происходит здесь и сейчас Может быть, в следующий раз поделюсь мыслями на этот чёт На этом все Надеюсь, что помог Если у вас есть какой-то свой способ запоминать имена Напишите его в комментариях Мне тоже будет интересно почитать Не забывайте поставить лайк и подписаться Если вы еще не подписаны До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!